Несколько лет назад в заказнике Днепросожский нам удалось поймать бабочку иверсмания экзорната. По-русски иверсмания украшенная. Вот она маленькая. Особенность какова этого вида, помимо того, что биология неизвестна? Этот вид принадлежит к семейству ураний. Ураний – это тропическое семейство. Многие или некоторые виды – это эндемики каких-то территорий, как, например, вот она – урания мадагаскарская. Это альцидов зодиака из Новой Гвинеи. Это бабочка из Кубы – урания лейлус. Все они такие яркие, очень представительные. Ну и тут в Белоруссии, опять же, невзрачная, но все же родственница тропических бабочек появилась. Теперь предстоит попытаться изучить ее биологию. Но пока что никому в мире этого не удалось. Я родился в такой маленькой деревне, где даже детей было раз-два и обчелся, по сути дела. И играться было не с кем. Ну, поэтому присматривался ко всему живому, с чем можно было поиграться. Это не только котики, там, до собачка и остальное придомовое хозяйство, но и сама природа. Животных, включая насекомых, было много. Вот они мне нравились своей красотой, повадками. То есть лет с 5-6 я на самом деле душой проникся в этот мир и начал за ними наблюдать и даже собирать. Мои интересы, ну, никак не могли заполнить учителя, там, биологии в школе или же, там, я ездил на олимпиады по биологии. В принципе, с ними тоже легко справлялся. И мне всего этого не хватало. Но, как раз-таки, один из преподавателей порекомендовал поступать в Минск, в педуниверситет. Дескать, здесь можно приобрести и знания, и можно поездить по Белоруссии. Ну, у студентов, там, летние практики, ну, порой еще какие-то экспедиции для, скажем, особо одаренных. Вот так я попал в педуниверситет, отучился, было очень интересно, конечно, да, но по биологии были хорошие оценки. Ну, а затем мне предложили поступить в магистратуру, аспирантуру. Ну, а если уже в аспирантуру поступаешь, это уже четко осознанный выбор. И я так, в общем-то, и стал энтомологом. Относительно недавно нами обнаружена и совка василисниковая, калиптора таликтри. Самцы у этого вида могут, в общем-то, прокалывать своим хоботком кожу млекопитающих и сосать кровь. Хоботки – это часть ротовой системы бабочек. И, естественно, с помощью такого длинного хоботка этот бражник из Южной Америки может добывать нектар из самых глубоких венчиков растений. Из таких крупных направлений у нас ведутся исследования по чужеродным видам. Кстати, ну, естественно, больше всего чужеродных видов среди насекомых, потому что это самый большой класс животных в мире. Большие исследования – это рекультивация выработок на болотах, для того, чтобы выработанные торфяники не превращались в дальнейшем в какие-то сверхнеудобицы с кучей сорняков или вообще в пустоши. Хотел показать вам американскую белую бабочку. Это новый для нашей страны вид, который совсем недавно появился, но уже причинил огромный вред нашей стране. В первую очередь садам. Вид способен развиваться больше, чем на 600 видах растений. В первую очередь это клюны синилистные, ну и во вторую очередь это плодовые деревья. Яблоня, груша, косточковые. Я пытаюсь разработать меры борьбы с этим видом на территории Белоруссии. Да, потом, конечно, ну, надеюсь, будут пользоваться люди и других стран, где этот вид также приносит вред. Я провожу эксперименты в этом году по химическим, ну и некоторым биологическим способам борьбы с американской белой бабочкой. Вот они объедают листья. Гусеницы младших возрастов плетут паутинные гнезда и живут в этих паутинах. Вот это сверху самец, снизу самка. Опять же, вы видите, половой деморфизм. Разница самец-самка. А внизу я наколол стрельчатку зайчик. Это совсем другой вид, но похожий на медведицу. И таких видов, похожих на американскую белую бабочку у нас, ну, довольно много. А знаете, в природе бабочек, ну, по таким прикидочным оценкам, больше чем 200 тысяч видов. А некоторые полагают, это с учетом того, как быстро, в каком количестве открываются новые виды, что их еще в два-три раза в природе больше. И это же неспроста, ничего лишнего в природе нет. Это очень гармонично осложенный организм. И каждая территория, на каждой широте-долготе земного шара имеет свой уникальный состав насекомых. Одни из моих любимых бабочек – это бабочки рода калига, ну, и стихофтальма. Это калига, они обитают в Южной Америке, а амотузеиды обитают, ну, как правило, в Юго-Восточной Азии. Когда, например, их кто-то тревожит, опять же, там подлетела птица, бабочки резко расправляют крылья, и, получается, они очень похожи на сову, с совиными глазами. Ну, такая краска обычно отпугивает хищников, и бабочка остается жива. Вот они какие удивительные по красоте. У нас в Белоруссии больше, чем две тысячи видов бабочек. Поэтому сказать о том, что есть какие-то особо популярные, особо непопулярные виды, ну, это, наверное, трудно. С детства люди знают крапивницу, павлиний глаз, там, как раз-таки лимонницу, капустную белянку. Ну, изредка они вспоминают о их детстве, в далеком детстве. Это люди взрослые. Я видел когда-то там махаона. А, да, еще люди знают плотяную моль, которая летает там в шкафу и рядом. Ну, и еще один вид огневки, которая плодится в запасах муки, зерна, круп на кухне. Но для них это, для людей, как правило, это та же самая моль, вот и все. Дело в том, что больше, чем 90% видов бабочек, они активны в поздние сумерки и ночью. И поэтому даниом, ну, а люди это дневные организмы с дневной активностью, они встречаются с меньшинством этих видов. Вот эта красотка ганимбразия зомбезина. Вид из Африки. Я его выводил из яиц, потом спаривал. Опять же, бабочки давали яйца, гусеницы и так далее. Хорошо развивался вид на дубе. У этого вида как раз-таки съедобные гусеницы. И в Африке их заготавливают, там коптят, жарят. Ну, и поедают как такой белковый и одновременно вкусный деликатес. Если там взял эту бабочку в руки, то для людей кажется, ой, это кощунство, вы там травмируете ее психику, отпустите скорее. Но на самом деле для того, чтобы определить виды, очень многие виды, их надо добыть, поставить по всем правилам в коллекцию. И определять под бинокуляром или даже микроскопом, под большим увеличением, по определенным характерным структурам строения тела. А в большинстве случаев мы, энтомологи, изучающие насекомых, определяем виды по гениталиям. Это в науке, это энтомология, это нормальная практика. Что касается функции чешуек на крыльях бабочек. Они несут несколько функций. Одна из них, это замаскироваться. То есть, если бабочка потеряла часть своего чешуйчатого покрова, ну, или все по какой-то причине. Например, вот мы взяли ее и нечаянно там дрожали руки и потерли. Просто-напросто в природе ей будет сложнее укрыться от глаз тех животных, которые на нее охотятся. Ну, в первую очередь на птиц. Одна из функций чешуек – это, ну, например, у многих видов немфолит. Это… Они источают запахи, которые привлекают другой пол этого же вида. То есть, допустим, у перламутровок, у голубянок, у самцов на крыльях есть целые андракониальные поля. Это значит, ну, именно у самцов. И они источают феромоны, которые привлекают самок. Таким образом бабочки находят друг друга в природе для того, чтобы продолжить потомство. Так что люди пусть не пугаются, если там их ребенок возьмет бабочку за крылышки. И ничего он плохого ей не сделает, если отпустит дальше. Нам не чуждо собирать разные красивости и из других групп животных, ну, насекомых. Вот, в частности, эта коробка заполнена жуками со всего мира. Каждый год со многих экспедиций ты привозишь виды, которых до этого не видел на территории Белоруссии. Это, конечно, подстегивает к дальнейшей работе. Некоторые находки, в общем-то, они, ну, на уровне научных, таких небольших сенсаций. Для нашей фауны я нашел, ну, именно первым обнаружил, ну, гораздо больше, чем 100 видов бабочек, которых раньше никто не ловил. Часть из них южные виды. Очень приятно, конечно, что-то, имея определенные знания, что-то спрогнозировать. И потом выстроить экспедицию таким образом, это значит, в такие сроки, на такую территорию, что ты с определенной долей вероятности, ну, можешь найти этот вид. Ну, и такое, допустим, было в 2021 году. Вблизи границы с Украиной, как раз-таки, там, в определенных условиях, я и обнаружил этот вид, шашечницу-тривию. Ну, это были два самца. То есть, я прогнозировал, вот и получилось. Ну, это было, по сути дела, для меня, во всяком случае, это было очень приятно. Хочу вам продемонстрировать шашечницу-тривию, новый вид для Белоруссии. Это южная такая немфолида. Она только сегодня родилась, поэтому еще, по сути дела, ни разу не летала. Попытаюсь ее достать. Вот это шашечница-тривия. У нее крылышки еще не затвердели, ведь в куколке они в таком сложенном, скукоженном состоянии. И когда бабочка рождается из куколки, ну, должно пройти определенное, там, несколько часов, как правило, чтобы она была готова к полету. Хотя само разворачивание крылышек, ну, занимает всего лишь, там, несколько минут. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!